Друзья дорогие, скажем слава нашему Господу! Пришло время, чтобы нам представить пред лице Господне. Я прочитаю несколько стихов Священного Писания, это Псалом Асафа. Мы будем просить Божьего благословения. Здесь 76-й Псалом, с 12-го стиха говорит такие слова. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так велик, как Бог наш! Слава нашему Господу, друзья дорогие! И мы сегодня, собравшись пред лице Господа, будем вспоминать, будем рассуждать о великих делах Божьих, ибо Он поистине свят, написано, кто Бог так велик, как Бог наш! Слава Ему! Он, святой дивный Бог, Он послал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому будем просить Божьего благословения, чтобы наши уши и наше сердце было способно принять слово Господа, чтобы не случалось так, как когда-то Христос говорил, кто имеет уши? Да уши все имеют, но не все способны услышать голос Божий. Поэтому благослови нас, Господь, встаем и просим Божьего благословения! Божьего благословения! Божьего благословения! Божьего благословения! Божьего благословения! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И давайте помолимся о том, чтобы никто из нас не потерялся на полдороги в небо, чтобы все дошли в этот вечный город, ибо за всех нас пострадал наш Господь Иисус Христос. Он искупил нас. Он назвал нас и соделал нас сынами и дочерями своими. Слава за это Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит Господь и ваши сердца выслушать это так, как оно было. Этот случай произошел не так давно, но в прошлом веке, в 20 веке. Это было в начале 90-х годов, когда мы с семьей проживали в штате Калифорния, в городе Сакраменто. В один из воскресных дней, правильнее будет сказать, это было в субботу, приехал ко мне мой спонсор с женой. Они ехали из Лос-Анджелеса, ехали на Аляску машиной. Они остановились у нас заночевать, а утром попросили, чтобы я их проводил в церковь, потому что в той церкви, куда они просили свозить их, служителем был его давний-давний друг, которого он давно-давно не видел. Я сам в той церкви никогда не был. К тому времени их было уже в Сакраменто 14 славянских церквей. Но, тем не менее, мы поехали и нашли по адресу эту церковь. Когда мы вошли туда, этого служителя Владимира, его имя там не оказалось. Нам сказали, что он находится в госпитале у своей больной жены. И мы отправились туда. Мы быстро нашли этот госпиталь. Вошли в ту палату, где была его жена. Увидели там этого Владимира. Увидели его жену. Она была в постели, тяжело больная. Владимир и этот спонсор, мой друг Евгений, они обнялись. У них было много общих разговоров. И очень долго они разговаривали. Сестра Валентина, его жена, она не говорила ни слова. Она слушала их, она наблюдала за ними. Но тогда, когда мы уже стали уходить, она открыла уста и говорит, «Братья мои, я уже была у Господа. Если вы хотите, я расскажу вам то, что я видела и то, что мне повелел Господь. Я передаю вам это свидетельство так, как я его слышал. Вы рассуждайте сами о том». Она говорит, «Когда я умерла, то я увидела себя на берегу реки. Я стояла на одном берегу реки, а на противоположном берегу реки стоял Господь, стояли ангелы. Я видела моих умерших друзей. Господь держал в своих руках, она вот так вытянула руки, золотой венец. А рядом был плакат, на котором было написано, «Дочь моя, войди в мои обители». И все меня приглашали, «Переходи речку». И я пошла. И с каждым шагом, продвигаясь по реке, становилась все глубже и глубже. И я понимала, что если я сделаю следующий шаг, я утону. И я остановилась. Господь спросил, «Дочь моя, почему ты остановилась?» Она отвечает, «Господи, мне страшно». Тогда подошел один из ангелов, подал руку и предложил помощь. И он перевел меня на тот берег. Вот в этот момент она замолчала. Она долго молчала, и мы ждали. Она собиралась с мыслями, ей было трудно. После она говорит, «У меня нет условий, чтобы рассказать вам то состояние, когда человек, когда я наступила на тот берег. Какие бы я ни подбирала вам сейчас слова, вы ничуть-чуть не поймете. Нету таких слов, чтобы объяснить. Но вам скажу, я пришла домой. Мой разум, она говорит, открылся полностью. Для меня нет никакой тайны. Я знаю, как здесь жить. Мне тут все понятно, тут все родное. Тут все мое. Она говорит, я вам чуть-чуть что-то приоткрыла, больше не могу. Ну, потому что нету слов. Тот мир, извините меня, я скажу ее словами. Она говорит, тот мир, в котором мы живем, в котором я была, мне показался помойной ямой. Вот так она сказала. Несмотря на то, что нам тут нравится, мы славим Господа. Но в сравнении с теми вечными обителями, она сделала вот такое определение. Господь сказал ей, дочь моя, на короткое время ты пойдешь на землю. Она возразила ему, говорит, Господи, в свою старую храмину я никогда больше не полезу. Это ее слова. Но Господь сказал, что ты будешь говорить еще короткое время, жить, ты будешь говорить то, что ждет моих искупленных от земли, когда я их возьму. И тогда, когда ты снова умрешь, я тебя снова приведу сюда. И против ее воли она оказалась в теле, она открыла глаза, она увидела, что муж обрадовался, что дети обрадовались. Но для меня, говорит, радости уже не было. Я сюда больше не хотела. Несмотря на то, что это родные люди. Она прожила еще около года. Потом она умерла. Господь ее забрал. Ее похоронили на том же кладбище, где похоронена моя мать, рядом. И всякий раз, когда приезжаю туда, на кладбище до матери, я прихожу к этой могиле Валентины и вспоминаю вот это свидетельство. И думаю, что ждет нас впереди? Дай Господь пройти эту долину тени смертной и водвориться в вечной обители у Него. И дай Бог, чтобы никто не потерялся на полудороге в небо. Об этом мы будем молиться в предстоящей молитве. А теперь я прочитаю несколько мест из Слова Божия и будем молиться. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божия. Как много сказано в этом стихе. Сыны и дочери Бога Всевышнего. Слава Богу! Слава Богу! Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Для того, чтобы прославиться с Господом там, в небесах. Я так понимаю, что нам нужно уже здесь на земле жить для славы Господней. И да поможет нам в этом Господе. Наш земной путь продолжается. Однажды Господь сказал, будучи здесь на земле, сказал такие слова. «Кто хочет идти за Мною, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною». Это слова самого Господа. Это авторитетное Слово Божие, которое не подлежит никакому сомнению. Он сказал сегодня мне и тебе, хочешь идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и тогда следуй за Мною. Что значит все это? Далее он говорит, «Кто идет за Мною и не несет креста своего, не может быть моим учеником». То есть, в следовании за Господом, если человек не взял своего креста, он ничему не научится, потому что он не может быть учеником Господним, если не взял креста. И наоборот, если он несет свой крест, он будет учеником Господним и многому научится в жизни. Тогда встает вопрос, что же такое мой крест? Что такое крест, который нужно нести, я слышал много рассуждений на эту тему. Некоторые говорят, что крест – это болезнь. Другие говорят, крест – это мои непослушные дети, не так это. Дети – это благословение от Господа. Другие говорят, у меня жена такая – это крест. Муж говорит на жену, что она является крестом. Не так все. Вспомните Господа, когда он в Гепсиманском саду, находясь в вареньях, молился Отцу Своему Небесному, говоря, «Отче, если возможно, доминует меня чаша, сия». Впрочем, не как я, но как ты. То есть, наш Господь, искупивший нас, свою волю, которая у него была, свое желание, подчинил воле Отца Небесного и пошел на крест, и пострадал, и искупил нас. Подчинение нашей воле, воле Господней, и будет тем крестом, который нам нужно нести по этой жизни. У каждого из нас есть свои человеческие наклонности, свои желания, но и своя воля. Однако, подчиняя ее воле Господней, мы несем этот крест. И да поможет нам Бог пройти эту долину тени смертной, отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Господом. И только тогда никто из нас не потеряется на полдороги в небо. Да поможет нам всем Господь. А в этой молитве, склоняясь перед Господом, попросим Его о том, чтобы Он дал нам мудрости, дал сил, дал желание подчинять свою воле, воле Господней, чтобы никто из нас не остался, не оказался опоздавшим. Помолимся и прославим Господа. Аминь. Главное Владимир. Главное Владимир. Главное Владимир. А в них вопрос, звучащий без диска сиял, Чем мы вступаем в дом и есть с тобой. Пока не приходи в небогодие, Спешить в этих плавенах нельзя. Спешить в этих плавенах нельзя. Спешить в этих плавенах нельзя. ПЕСНЯ 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 И детки, которые будут сюда выходить сейчас, пожалуйста, выходите, спешите, вас будут благословлять на служение, вас будут благословлять для того, чтобы вы вышли в воскресную школу. Поэтому спешите. ПЕСНЯ 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 путь нашего брата друга нашего как говорят однополчанина мы вместе проводили молодые годы десятки лет знали друг друга и поэтому это для нас была честь проводить его последний путь и встретиться с вами слава богу знаете желание мое на сегодня сказать немного радости когда мы присутствуем на похоронах знаете там мало радости там скорбь там страдания но слава богу что похороны не всегда но дело в том что мало радости бывает часто вот этот недостаток я хотел бы об этом сказать о радости знаете давид мне когда сказал возрадовалась сердце моё когда она возрадовалась у него до слава богу значит мы можем себя сразу проверить а если мое сердце не радуется и она опять на собрание опять там быть за мои значит мое положение неважно беда беда почему знаете я хотел бы сказать немного о радости и первое когда слову божие говорит о радости во христе это лука 2 10 там написано так и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам что великую непростую радость не просто радость не временную какую-то великую радость значит господь дал нам увидеть чтоб мы познали что у него есть не просто радость от великая радость чем отличается просто радость от великой радости в как и в каких обстоятельствах если мы встречаем просто радость своей жизни вернее господь он приносит принес нам некоторые вещи которые одинаково называются но разные допустим христос принес мир да и говорит мир мой даю вам не так как этот мир дает я даю вам мир и мы знаем разницу вот между миром который мир дает и между миром который господь дает это великая разница точно так же и любовь любовь которую мы ощущаемся в этом мире она совершенно не такая как та любовь которую дает господь слава богу друзья мои что мы это разумеем точно так и радость когда человек имеет радость купил дом радуется знаете прошло несколько месяцев оказывается платить надо фейменты большие оказывается надо и такса здесь большая и и все это она нас бременем ложится на человека у него уже нет радости нет радости радость этого мира она как кратковременная она не не твердая она шаткая и только человек порадовался тут раз на машине едет новая машина радуется стук радость кончилась друзья мои вот такая радость мира сего но христос дает другую радость и ангел говорит великая радость знаете писание говорит вот филиппийцам 4 4 написано так радуйтесь всегда в господи и еще говорю знаете это повеление от господа чтобы мы радовались чтобы мы искали этой радости чтобы мы ходили в этой радости чтобы мы нуждались в этой радости и давали другим вот это цель господа друзья мои и поэтому когда мы у ищем этой радости мы должны ее искать на странице священного писания у господа смотрите что говорит господь о радости сам господь говорит о радости это иоанн 15 11 сия сказал я вам да радость моя вас прибудет и радость ваша будет какая у оказывается есть великая радость есть еще совершенная радость она совершенно отличается той радости которая есть в этом мире совершенная радость и христос не 1 рассказал об этом он сказал иоанн 16 24 доколе вы ничего не просили во имя мое да ныне вы ничего не просили во имя моё просите и получите чтобы радость ваша была совершенная. Значит, когда человек просит у Бога и получает, что происходит? Радость. Какая? Совершенная. Друзья мои. И вот Христос желает, чтобы радость наша была совершенная. А совершенная радость она может быть у человека, когда он просит у Бога и получает. Когда он обращается к Господу и тот отвечает. Радуется. Извиняюсь. Радуется человек. Значит, Иоанн 17, 13. Ныне же к тебе иду и сия говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Значит, Христос молится Отцу Небесному, чтобы мы имели радость вот эту совершенную. Мы видим, насколько Христос обращал внимание на то, чтобы люди, души, которые следуют за Ним, они имели радость. Он даже Отцу Небесному об этом просил, молился. Ага. Значит, 1 Иоанна 1, 4. Уже Иоанн пишет, апостол, все пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Все, что он описывает, цель какая? Они, ученики, тоже понимали важность радости, когда она есть в человеке. И чтобы она тоже была, и при том, совершенная радость была. Значит, римлянам 14, 17. Мы читаем такие слова. Павел уже пишет. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость, как во Святом Духе. Друзья мои, вот это есть Царствие Божие. Он в другом месте пишет, Царствие Божие где? Внутри вас. А если там нет праведности? Нету Царствия Божия. Нет составляющей Царствия Божия. Ага. Ну, он говорит, значит, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость. Смотрите, смотрите, как много мы рассуждаем о мире, и как много мы ценим этот мир, когда он между нами и в нас пребывает. Но, а радость? Друзья мои, это очень важный момент для каждого из нас, для нашего Духа, значит, чтобы мы имели эту праведность и мир и радость. Я хотел бы подчеркнуть особенно радость, при том не человеческую радость. Знаете, радость человеческая, она даже у человека горе, а сосед, допустим, радуется. Это зло, как это, зло, злорадство называется, понимаете, оно, какой, корень радости есть там, ну, оно злое какое-то. Друзья мои, у нас не должно такого быть. Значит, Галатам 5.22, плод же духа, оп, мы знаем хорошо, да, любовь и второе радость. Радость. Плоть духа это есть радость. Смотрите, насколько эта радость, она почти в каждой составляющей христианина, она сопровождает его. И Псалом 50, смотрите, псалмопеет Давид в 14 стишке говорит так, возврати мне радость спасения твоего. В то время царь Давид, он жил вот этим новозаветным правилом. Я удивлял, удивился, когда прочитал вот это место, что оказывается Ветхий Завет, закон Моисеев не говорит об этом. Но он говорит, возврати мне радость спасения твоего. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек, когда теряет радость, он теряет спасение, он теряет надежду, он теряет упование, он теряет желание общения с Богом. Вы знаете, мы вот иногда молодых людей встречаем, которые говорят, болен, мне болен на сердце в церкви быть, мне болен, там, поют, болен, мне скучно, мне скучно собрание, скучно молиться, скучно Библию читать. У него нет радости, друзья мои. Это случается не только с молодыми, не только с юными, это и с нами случается, мы теряем, нам нет, не радуется сердце моё, когда мне говорят, поехали в собрание, опять собрание. Друзья мои, это ужасное состояние, мы должны проверить себя, почему у меня нет радости. Давид, он определил, он просит, возврати мне радость спасения твоего. это Господь может сделать. А что надо? А надо покаяться, надо проверить себя, надо исправить жизнь свою, друзья мои. Какое же последствие, что нет радости? Знаете, мы очень часто встречаем такие обстоятельства, когда молодежь, молодые люди уходят от Господа. Почему? Им скучно здесь, они не видят здесь никакого удовольствия, ничего приятного. Не только люди попадают в различные зависимости, даже пожилые, братья, сестры, попадают в зависимости различные. В чем причина это, друзья мои? Причина в том, что они не заботились иметь радость. Вот когда ко Христу пришли ученики, когда Он их посылал проповедовать впереди себя, и они возвратились с радостью. А чем они радовались? Что бесы им повинуются. Друзья, если бы нам бесы повиновались, мы бы радовались? Конечно, радовались. А Христус говорит, не радуйтесь этому. Не радуйтесь. Господи, почему? Радуйтесь другому, что имена ваши записаны в книге жизни. Друзья мои, слава Богу, оказывается, вот действительная радость, вот эта радость, о которой сказал ангел, великую радость, торжество, когда я знаю, или ты знаешь, что имя мое написано там, на небесах, в этой книге жизни. слава Богу, друзья мои, но когда человек потеряет это упование, эту надежду, может он радоваться этому? Нет, он не может радоваться, он потерял радость, спасение. Друзья мои, в медицине есть такой симптом, синдром дефицита удовольствия. знаете, когда люди попадают в какую-то зависимость, алкогольную, или наркотическую, или игровую, зависимости много, есть люди, которые попали в зависимость к богатству, есть люди, которые попали в зависимость к отдыху, в зависимость к славе, в зависимость к обогащению, к этому. Друзья мои, они попадают в зависимость, и тогда у них нет радости вернее когда у них нет радости это уже в медицина говорит человек ищет удовольствие ищет чем заменить почему бог создал человека так что он нуждается в радости и радость это она обновляет человека даже физическое его тело она обновляет она укрепляет его именно так устроен человек даже когда он дышит то дыхание она не зависит от нашего ума она зависит от причины удовлетворения удовольствия значит он дышит так как ему приятно это делать когда человек бежит он дышит часто почему ему хочется приятно и если человек решит я не буду дышать и перестал дышать Он дышит до какого-то момента, а потом не может не дышать. Вот настолько сильно это действие в организме, действие удовольствия, требование удовольствия. И поэтому человек, попавший в зависимость, он не может остановиться, он не может управить, он понимает хорошо, что он разрушает свою семью, он лишает детей отца или матери, он лишает себя спасения, но он не может остановиться. Почему? Вот он попал в эту зависимость, которая называется дефицит удовольствия. Друзья мои, поэтому насколько важно, чтобы мы имели радость. Теперь от кого зависит? Вот я имел, имел радость и потерял ее. Что теперь делать? Как ее искать? Да, это зависит от человека. Он должен найти причину или увидеть причину, молиться Богу, чтобы он озарил разум его, озарил сердце его, чтобы он дал увидеть ему причину, по которой он потерял эту радость, причину, по которой он потерял этот контакт с небом, друзья мои, и оставить его. И даже когда мы сидим на собрании, бывает мы приходим уставшие, бывают какие-то рассеянные, и сидим на собрании, и так расслабились, и кто-то проповедует или поют, а мы не обращаем внимания. Друзья мои, мы теряем вот эти моменты. Друзья мои, когда мы слышим о Слово Божье, это великая-великая милость Божья, явленная к нам человеком. Это книга, научающая нас. И когда мы не брежим об этом, не ревнуем, знаете, мы теряем Божье благословение. Когда мы ревнуем об этом, слушаем внимательно, поем от сердца, знаете, в это время сходит благодать Божья, она касается, и сердце наше радуется. Когда мы становимся на молитву и знаем вот эту благодать Божью, явленную ко мне, что он через века и века, через тысячелетия нашел тебя в этом мире, где-то в какой-то деревне, может быть, или в колхозе, или где-то в городе, в какой-то трущобах. Он нашел, он нашел, он обратил внимание на эту сориночку, какую-то маленькую. Ну, слава Богу, друзья мои, мы торжествовать начинаем, радость посещает наши сердца. Друзья мои, как это важно. Знаете, и поэтому Христос сказал ученикам, что вы контролируете, чему радоваться. Он сказал, не радуйтесь тому, что бесы повинуются, а радуйтесь тому, что, значит, получается, что человек может, его выбор, радоваться одному или радоваться другому. Он говорит, вот это важно, вот это торжественно, что ваши имена записаны в книге жизни. Слава Богу, друзья мои. Знаете, радость, вот эта, совершенная, она имеет особенность какую-то. Вот как я говорил, что человек купил дом, пожил маленько, такса большая, пейменты большие, ему уже бремя это такое. Радости нету и следа нету. Друзья мои, трудности. Почему она исчезла? Трудности. Но радость совершенная, она трудностей не боится. Или боится? Нет, не боится. Смотрите, я прочитаю. Значит, радость в искушениях и испытаниях. Иаков 1, 2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете. Слава Богу. Значит, когда мы верим в Господа, верим Его Слову, то, когда приходит искушение, испытание, наше сердце посещает радость. Слава Богу. С великой радостью принимайте это. Друзья мои, мы в это должны верить? Да. Мы этому должны радоваться? Да. Слава Богу, друзья мои. Дальше. 2 Коринфян 8, 2. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Слава Богу, друзья мои. Это нам пример. Это нам добрый, прекрасный пример. Среди великих испытаний иметь радость. Нет. Преизобиловать радостью. Это в разы больше, как просто радость. Преизобильная. Значит, она изливается из человека, эта радость, во время трудностей, испытаний и скорбей. Слава Богу, друзья мои. Вот что дает нам Господь. Вот именно и в это время человеку какие-то там зависимости, что-то там, что-то, оно будет привлекать его. Да нет. Да там места не найдется этим вещам, друзья мои. И когда мы ищем Господа, когда мы получаем, когда имеем вот эту радость, тогда вот это как щит, как броня, она защищает нас. И нам даже не надо бороться или с алкоголем, или с аркоманией, или еще с какими-то дающими какую-то временную эту радость, удовольствие. Оно даже как шелуха отсыпается и не имеет места. Слава Богу, друзья мои. Слава Богу. Евреям 10.34. Об этом много написано, я только несколько мест взял. Вы можете дома проверить, насколько велико обетование радости Божией. Евреям 10.34. «Ибо вы и моим узом сосрадали, и расхищение имения вашего понимали с радостью». Знаете, я вспоминаю такие моменты, когда в начале 60-х годов у нас в Сибири садили братьев, садили их жен, детей забирали в детдомы, конфисковывали имущество. И они, когда приходили в Сус, они выкупали свои дома. Вы знаете, и вот они на суде, особенно вот момент такой, я помню, на суде стоят в клубе, полный клуб людей, и судья говорит этим сестрам, сестры, ой, женщины, у вас забирают детей, у вас отнимают дома. Откажитесь от своего Бога. Идите, а дети в другом углу. Забирайте своих детей, идите домой. Они плачут, но идут. И судья говорит, смотрите, это не люди, это звери, это хуже зверей. Животные за своих детей заботятся. А эти женщины, они детей променяли на Бога. Друзья мои, они плакали. Но знаете, что было в их сердцах? В их сердцах была радость. Это за Господа. Слава Богу, друзья мои. И когда мы несем за Господа, и Павел говорит, дабы не пострадал кто из вас. Друзья мои, значит, можно пострадать не за Господа. Можно пострадать за какие-то действия, дела или обстоятельства. Но если за Господа, блажен ты, и радость будет изливаться от Духа Святого в сердца ваши. Друзья мои, я прочитаю последнее место. Время мое уходит. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стишок. Он пишет, Павел пишет Фессалоникийцам. Всегда радуйся. Аминь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо о вас такова воля Божья. Слава Богу. Вот это есть воля Божья, которую вы слышали сегодня. Да поможет Господь держаться этой волей, искать ее и исполнять. Аминь. 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 Музыка. Испокинь, когда я до Него пришел, З того часу, Батько, Вин мой, З того часу я, Его Син, Иракир, что Вин принял Мене до святых икраин, Испокинь, чтоб Его я там прославлял, Я принялся до Него все зло, И на брате сердце моё, Мене любого было, Что Те спасение даёт. З того часу я, Его Син, Иракир, что Вин принял Мене до святых икраин, Чтоб Его я там прославлял, И Тебе родил все дни, Що в мене мій Батько знайшов, И подав прощенья мені, Иракир, что Вин принял Мене до святых икраин, Иракир, что Вин принял Мене до святых икраин, Що в мене до святых икраин, Мене до святых икраин, Иракир, что Вин принял Как страдал Он, Избавитель, Именя освободи. Не скучи, не скучи, кроме Он меня купил, на кресте меня простил, Бог мой взял, освободил. Буду петь, повествовать, чтоб меня от Бога снять, Бог в любви и состраданий восхватился бы купать. Не скучи, не скучи, не скучи, кроме Он меня купил, на кресте меня простил, Бог мой взял, освободил. Буду петь, как иступитель, славен вечным наджеством, так силен, как победитель, он над смертью и грехом. Не скучи, не скучи, не скучи, кроме Он меня купил, на кресте меня простил, Бог мой взял, освободил. Я буду петь, как иступитель, любит славен вечный наджеством, так силен, чтобы меня был. Не скучи, не скучи, не скучи, не скучи, не скучи, а скучи, не скучи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого уже по старым традициям православной церкви, даже и люди местные придерживались тех традиций, начинались свадьбы, праздники в народе до поста. И этот пост перед Пасхой снова ограничивал эти действия. Люди как-то регулировали это. Там и снова после воскресения Господня. Радость входила, и молодые люди могли определять свою судьбу. Когда желаем на Новый год, я хочу молодежи сказать наилучшее пожелание. Посмотрите в Церкви Божьей. Есть вовмравные данные для вас от Господа, которых вы должны увидеть не на улице, не на Ютьюбе, не по интернету, а в Доме Господнем. Общайтесь друг с другом, вы будете иметь благословение. Я буду петь салом, а вы будете мне помогать, оставаясь на местах. Ой, зишла, зишла, правда на землю, и обитала помощь людьми. Все рассказала, как треба людям, как треба жить, как Бог болит. Ой, зишла, зишла, правда на землю, и пребывала между людьми. Все рассказала, как треба людям, как треба жить, как Бог болит. Все рассказала, как треба людям, как треба жить, как Бог болит. Где ж тая правда звідки з'явила, где ж вона нині на святі є. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. І дух святий, і правда із неба, нині шукає в серцях ясе. Щоб поселити, щоби родити, обочі правди в серцях людей. Щоб поселити, щоби родити, обочі правди в серцях людей. Где ж тая правда звідки з'явила, де ж вона нині на святі є. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, де ж вона нині на святі є. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Там, виплеем, і в яснях родила, а тепер вірник в серцях живе. Христос є правда, Христос є світло, Христос є гриві в життях для нас. О, якби люди зі всього світу прийшли б до Нього, Він би їх спас. О, якби люди зі всього світу прийшли б до Нього, Він би їх спас. Слава Ісусу Христос! Слава Богу! Приветствую вас, дорогая церковь, братья і сёстры. У меня есть свидетельство о том, как Господь просто сохранил нас на этой неделе. Это, на самом деле, было настоящее чудо. Потому что то, что произошло, мы с нашей семьей просто поразились, насколько Господь явно проявил свою любовь. Это Его слава. Когда я буду сейчас рассказывать, просто я постараюсь очень быстро. Но я думаю, кто был в такой ситуации, то точно поймёт. В общем, это было в среду. Мы с моей мамой мужа, с моей второй мамой, получается, ехали. Я её отвозила на работу. То есть это ежедневная дорога наша, ежедневный путь. И проезжали дорогу. Наша дорога, значит, чистая. А на перекрёстке, на противоположной стороне, у них был стоп-знак, да? У нас не было стоп. То есть я спокойно еду. И тут в нас врезается на большой скорости медицинское такси. То есть он вёз пассажиров, он пропустил стоп, он не остановился. Не знаю, что у него там случилось. Но он на такой огромной скорости влетает в нас, в нашу машину. Я даже не поняла сначала, что вообще произошло. Это было так быстро. Мы перекрутились. То есть мы целый оборот и встали на колёса опять. Слава Богу. Да. Слава Богу. И было очень интересно в том, что всё это произошло вообще-то на глазах полицейского. Он тоже был там рядом. Он всё это увидел. Он сам был в шоке. Подбегает к нам и спрашивает, что всё нормально. Значит, моя вот мама, она, мужа мама, она на заднем сиденье была. И мы вообще ничего, первые секунды, ничего не понимая, что произошло вообще. Он подбегает ко мне и говорит, вы понимаете, что вы перекрутились вообще-то? Do you understand you're all over? Он говорит, спрашивает меня. Я говорю, ну я не поняла даже, что мы перекрутились. То есть это было настолько, настолько всё быстро. Перевернулись. Встала. И он смотрит на нас так. Я даже потом встала, вышла, ещё в шоком состоянии сфотографировалась. Он мне говорит, вы вообще нас задерживаете? Давайте с нами туда, в эту медицинскую машину, в emergency. Ну, конечно, я переживала за маму. Думала, хотя бы не было никаких переломов. Но вы знаете, это настолько божья любовь. Вот видите, я стою. Мы уже начали смеяться дома. Мы, как космонавты, получается, пролетели. И когда пришли результаты, вот маму проверяли, ни одного перелома, ни одной трещины, ничего вообще. Думаю, если вы увидите фотографии, сегодня не буду, вот нет возможности показать. Кто видит, все врачи, все медсестры вообще в шоке. Они не могут поверить, как вообще человек может стоять ровно и ходить. Я хочу, чтобы мы все вместе поблагодарили Господа, воздали Ему всю славу. Потому что это Он, это Он, это Он и Его ангелы, которые хранили нас. Благодарность великая Ему. Слава Богу. Ангел Господь, но получается вокруг боящихся Его. Господь, да будет Тебе слава. Да будешь Ты превознесен превыше небес. Дорогие возлюбленные Господи, братья и сестры, я чувствую сегодня в вашем собрании настолько свободно, чувствую, что я в правильном месте. Слава Богу. Я чувствую единство Духа в союзе мира. Слава Богу. И вот присутствуя с вами, я будто бы вас знал всю жизнь. Аминь. Нас сроднила кровь Иисуса Христа. Слава Богу. И с нами рядом сидит брат и сестра искупленная на Голгофском кресте, искупленная кровью. Слава Богу. Слава Богу. Я так рад, что у нас так много друзей. Вот мы приехали здесь и уже четвертую ночь будем ночевать у Владимира, Лукашенко и у Светы. Они нас приняли. Вы знаете, это выше, чем гостиница пятизвездочная гостиница. Да. Высший класс. Я даже как-то им говорил, это даже лучше, чем в лучших домах Лондона и Парижа. Но настолько. Но это кровь Христа сделала. Это заслуга не наша. И всю славу воздадим Богу. Слава Богу. Слава Богу. Братья и сестры, меня звать Василий. Я многих здесь знаю, быть может, кого-то не знаю. Мы приехали на похороны, уже с кем-то встречались. И мы рады быть здесь. Я имею в виду, что если Господь позволит и на второе служение к вам прийти. И я хотел бы вам пожелать одну проблему. У вас такого проповедника не было еще? Не было? Не помните, да? Я помню, я в одной церкви пожелал, большая церковь была 300 членов. А сейчас у них примерно 1200-1300 членов. Я хочу, чтобы это помещение вас не увещало. И чтобы вы вскоре имели новый молитвенный дом. Слава Богу. Слава Богу. Вы можете сказать аминь? Аминь. Вы можете сказать слава Богу? Слава Богу. Эта проблема есть проблема, хорошая проблема. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя нашему Господу. Братья и сестры, мы пришли для того, чтобы прославить Господа. И когда закончится служение, мы пойдем домой для того, чтобы прославить Господа. И завтра, когда мы встанем, кто-то будет в дороге, кто-то на работе, кто-то будет в школе, кто-то в университете, для того, чтобы прославить Господа. И так вся наша жизнь – это прославление нашего великого всемогущего Господа. Слово Божие говорит, и когда идешь в Дом Божий, то будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению. У меня есть интересная полезная тема, и я хотел бы, чтобы мы были готовы к слышанию. Я иногда так говорю народу Божьему, особенно когда бываю в гостях. Я хочу, чтобы вы запомнили эту проповедь. И может быть, где-то мы с вами встретимся, чтобы вы сказали, Василий, а мы помним, о чем ты говорил. Вы знаете, почему я так говорю? Писание говорит, наблюдайте, как вы служите. Я хочу сказать полезную тему для всех нас. Она называется «Господь с вами, когда вы с Ним». Читаем место Писания, вторая книга про Липоменон, 15 глава, первые четыре стишка. Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Аси и сказал ему, «Послушайте мне, Аса, и весь Иуда Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если расставить Его, Он оставит вас». Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника, учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет Его, Он даст им найти себя. Прекрасное пророчество. Мы его коснемся чуть-чуть попозже. Это пророчество было благочестивому царю Ассе. Характеристика его такова. «И делал он угодные в очах Господних». И когда Аса услышал это пророчество, он ободрился. И говорится, что они вступили в завет с Господом. Он собрал Иуду и Вениамина и дал им Господь покой со всех сторон. Вы знаете, то, что он начал очищать Израиль или Иудею. Он истребил мерзости языческие. Свою мать Мааху он лишил царского достоинства, так как она сделала истукан. Я хотел бы заметить, что это пророчество было после того, когда было большое поражение Ефиоплян. Я думаю, вы, наверное, помните, что до 15 главы, здесь описывается в 14 главе, это событие. Один миллион Ефиоплян пришло для войны с Иудеей. У Иудеи было только 300 тысяч военнослужащих, вооруженных. И там еще было 300 колесниц. В Израиле, наверное, даже и колесниц не было. И вы знаете, Асса взывает Господу и говорит, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Такая простая молитва, говорит, помоги нам. И мы видим, что Господь поражает Ефиоплян. И они пустились в бегство. И вот после этого было пророчество Асси. Я хотел бы распределить это пророчество на три части. И я думаю, что это будет полезное пророчество. И для нас было полезно для Асси и для Иудеи. Сегодня для вашей церкви Вайдаха. Господь с вами первая часть пророчества. Когда Господь с нами? Когда мы с Ним. Вы знаете, это есть духовная формула, которая существует во все века от создания мира. Мы смотрим, что и ходил такой-то царь с Господом. И Господь был с ним. Если мы с Господом, Господь с нами. Еще, я хочу коснуться, может быть, одного праведника, такого, как Иосиф. Сказано, и был Господь с Иосифом. Почему? Иосиф был с Господом. Вот такое взаимодействие между Богом и человеком. Я хочу, чтобы оно было у нас с вами, дорогие братья и сестры. Это очень важно. Я думаю, если я задам такой вопрос, поднимите руки, с кем Господь, вы, наверное, все поднимите руки. Может, может, кто-то пришел, неверующий человек, я не знаю всех вас, то Господь и для тебя сегодня говорит это. Вторая часть пророчества. Если оставите его, он оставит вас. Это, я бы хотел сказать, печальная часть пророчества. Предупреждение и царю, аси, и народу Божьему. Сегодня предупреждение для нас с вами. Если мы оставим, он оставит. Вы помните, когда Иисус Христос шел на крестное страдание? И когда Он увидел Иерусалим, и Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, под крылья свои, а вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. Дом ваш пуст. Оставляется. Почему оставляется? Иерусалим оставил Бога. И Иисус, Господь, произнес такие слова. Все оставляется дом ваш пуст. Как печально, как трогательно. Братья и сестры, быть может кто-то из вас на грани оставления Господа. А быть может кто-то почти оставил Господа. Но если вы пришли в церковь, то уже не оставили. Вы знаете, как получается оставление Господа? Резко? Да? Нет. Никогда. Постепенно. Реже стал ходить на служение. Меньше молиться. Меньше читать Библию. А потом говорят, да я уже и дома посижу. А я и по телевизору, и по интернету посмотрю богослужения. И человек оставляет Господа. Да сохранит нас Господь. И третья часть пророчества. Если взыщете его, как здесь сказано, то найдете его, или он будет найден вами. Мы сможем найти Господа, если взыщем. Братья и сестры, третья часть пророчества, хорошая часть пророчества. Мы всегда можем искать Господа. Вы представьте себе, что, ну, святой, да, освящается еще. И каждое утро, когда мы встаем, мы что делаем? Мы ищем Господа или нет? Да, мы идем на связь с ним. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И он, то есть Господь, помилует его, потому что он многомилостивый. Один пророк, восклицая, говорит, ибо время взыскать Господа, чтобы, когда он придет, дождем пролил на вас правду. Слава нашему Господу! Пусть сегодня Божий дождь, дождь Духа Святого прольется на каждого, чтобы после служения мы с вами вышли вдохновленными, наполненными благодатью Божьей. Братья и сестры, с детства Господь подтолкнул меня искать Господа. И с тех пор я каждый день ищу Его. Стою в определенное время, молюсь, читаю Библию. Я думаю, вы так же делаете. Каждый из нас. Слава Господу! Некоторые говорят, я нашел Господа, мне больше Его не надо искать. Но мы можем потеряться в этом мире. Мы каждый день должны найти Господа. Вы понимаете, что Асса, когда услышал эти слова, он ободрился и он вступил в завет с Господом. Что такое, братья и сестры, вступить в завет с Господом? Мы знаем, что когда мы принимаем водное крещение, тогда мы вступаем в завет с Господом. Правда? Мы заключаем завет с Господом. Далее. Ну, есть завет такой, когда Авраам заключил завет. Бог с Авраамом заключил завет. Или есть такие темы, очень много о завете сказано. Завет крови, это очень интересная тема. Или завет соли, по завету соли. И есть еще один завет, который мы периодически, в котором мы участвуем. Мы обновляем. Тогда, когда Церковь Божья, Собрание Святых, участвуют в вечере Господней, они обновляют завет с Господом. Слава нашему Господу! Это и есть рост духовный. Братья и сестры, никогда, никогда не оставляйте вечерю Господню. Почему люди порою духовно ослабевают, руки опускаются, реже ходят в служение. Они не всегда участвуют в вечере. Вы заметили, что, я не знаю, как в вашей церкви, но в нашей церкви есть люди, не всегда участвующие в вечере. Да я буду в следующей вечере участвовать. Смотришь, опять его нету. И человек ослабевает. Пусть Господь поможет нам в этом. Завет – это союз. Это и есть договор или неразрывное, правильное отношение с нашим Господом. Слава нашему Господу! Братья и сестры, я хочу вспомнить благочестивого царя. Его звали Езекиер. Я всегда просто удивляюсь. 25-летний человек, 25 лет, это юноша. И он стал на руководство страны. Что он делает? В первую очередь, он возобновляет служение в храме. Очищает храм. Учит народ Божий. И вот он говорит в 29 главе. Послушайте, какие слова. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит от вас пламень гнева своего. У него на сердце было заключить завет с Богом. Вы замечали, что многие цари, когда читаем книгу Царств, Паралипоменон, первую, вторую, что цари падали, уходили от Бога, а потом они обновляли завет. А потом они заключали завет. Братья и сестры, я хочу задать вам вопрос. Вы, пожалуйста, дружно ответьте. А мы можем обновить завет с Господом? А это нужно? Это нужно, братья и сестры. Я это пережил. Знаете, всякий раз, когда мы каемся, исповедуемся, мы обновляем завет с Господом. Вы можете сказать Аминь? Слава нашему Господу. Мне нравится в вашей церкви, что вы дружно говорите Аминь. Вы дружно говорите Слава Богу. Вы хорошо молитесь? Слава Богу. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Я попал в свою стихию. Я попал туда, где я должен быть. Братья и сестры, пусть Господь нам поможет сохранить завет, который мы заключили когда-то. И сохранить завет с Богом, это сказать навсегда греху нет. Сказать дьявол, я не с тобой. Братья и сестры, если мы желаем, чтобы Господь действовал, мы должны держаться подальше от греха. Так, я хотел бы немножечко, чуть-чуть уклониться, а потом снова прийти к завету. Сегодня люди в церкви порой, когда начинаешь кого-то обличать и говоришь, что ну вот неправильно же ты поступаешь. Можно слышать такой ответ. Пол церкви так поступает. Бывает такое, братья и сестры? Бывает. А почему так бывает? Вы поняли или нет, почему этот человек так отвечает? Он равняется на общество. Некоторые люди равняются на этот мир. Братья и сестры, не равняйтесь на общество, не равняйтесь на этот мир. Вы знаете, я помню один проповедник говорил такие слова. Не смотри на себя, усомнишься. Не смотри на людей, соблазнишься. А смотри на Христа, укрепишься. Слава нашему Господу. Один молодой человек подошел к пастору и говорит, я пойду в американскую церковь. Он говорит, а в чем дело? Ну там свобода. Пастор не растерялся и говорит, а ты жениться где будешь? Ну жениться я буду только в этой церкви. Вы скажите, пожалуйста, при такой свободе он получит благополучную жену? Вы знаете, сегодня люди надвое смотрят. И туда, и в мир поглядывают. И свобода нужна. И боятся как бы оставить Господа. Это люди неблагонадежные. Ни для церкви, ни для царства Божьего. Послушайте меня, братья и сестры. Сегодня иногда, когда обличаешь, они говорят, ну вы законники. А я говорю, если есть законники, то есть и беззаконники. Еще. Я приходилось не встречать. Человек приходит и сестры. Иногда, когда носят брюки и братья. Дырявые брюки с дырками. Но это выпускают завод же, говорит. Я же не рвал их. Вы понимаете? Или сестры. Ну в церкви, наверное, нет такого, да? А дьют такие лосины, называется, да? Они очень сильно обтягивают. Я хочу вам сказать, братья и сестры, это одежда с эмблемой дьявола. Это не благословение. Поэтому Писание говорит, одеваться, как прилично святым. И еще после этого иногда говорят, да вы консерваторы. Я так подумал. Ну что же собой представляет консерватор? Это многогранное слово. Мы консервируем что-то, чтобы не портило что-то. Но есть даже в правительствах, даже здесь в Америке, есть консервативная партия, которая хочет вменить разбор слова или молитву, или чтение слова Божие, изучение слова Божие в школах. И держаться старого, того, которое было раньше. Но есть либеральная партия, которая все разрешает. На какой стороне мы с вами. Еще консерватор, я посмотрел в компьютере, есть очень хорошее объяснение. Чистый и без примеси. Я хотел быть таким вы, братья и сестры. Чистым и без примеси, как говорит Слово Божие. Вы знаете, почему мы с вами консерваторы? Потому что наш Иисус Христос консерватор. Кто-то удивится? Некоторые проповедуют. Мы вам не проповедуем Христа вчерашнего, а только сегодняшнего. Братья и сестры, послушайте, а Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя! Слава Богу! Христос не изменился. Слава нашему Господу! Дорогие мои братья и сестры. Я считаю, что мы с вами должны быть народом особенным, ревностным. Как написано, к добрым делам и ревновать о деле Божьем. Группа молодежи едет в машине. Кто-то включил там музыку. Молодая сестра говорит, выключите эту музыку. Или остановите машину, я выйду из машины. Они останавливают машину, выпускают ее, сами с этой музыкой дальше поехали. Что с ними будет по дороге? Другой вопрос. Что с ними будет по жизни, братья и сестры? Молодежь, обратите внимание, Господь смотрит не только на ваш внешний вид, но и на внутренний вид. На ваше поведение. Пусть Господь благословит. Один старичок сказал, говорит, в молодости я сделал зло одной молодой сестре. Я за это несу всю свою жизнь. Он написал письмо и попросил прощения. Он сломал свою жизнь в молодости. Молодежь, сохраните свою жизнь правильно в молодости. Как вы сейчас будете вести. От этого зависит ваша будущая жизнь. И Господь пошлет вам хорошего мужа, хорошую жену. Мне очень понравилось ваше пение, хорошее пение, хорошая пианистка, хорошая группа, хороший хор, хорошие молитвы. Слава нашему Господу. Продолжайте так, да благословит вас Господь, братья и сестры. Сегодня мы можем служить Господу искренне или нет? Мы можем служить по-христиански? Да, конечно. Вы знаете, мы дадим отчет перед Господом за всю нашу жизнь. Порою мы сами ищем проблему себе, а потом преодолеваем ее. Порою мы хочем выйти из нее, но очень трудно. Послушайте, молодежь. Иногда молодые пробуют, попробуют чуть-чуть спиртного. И сегодня есть такое понятие, пиво это не грех. Ну я чуть-чуть попробовал и все. Попробовал раз, попробовал два, с пива становятся алкоголиками. И потом оставить не так просто, дух алкоголя владеет над этим человеком, практически в другой раз невозможно. Если человек обратится, церковь будет молиться. Молиться за освобождение. Вы знаете, люди заняты даже в церкви духом алкоголя. Я вот эти дни побыл, мы побеседовали с братьями. И некоторые верующие, которые посещают церковь и даже являются членами церкви, попивают немножечко пиво и вино и другие алкогольные напитки. Пьяницы, царство Божие не наследуют. И вы знаете, они уже не могут оставить. Один мне человек говорил, он не членом нашей церкви. Он говорит, я после работы всегда приду и выпью немножечко. Мне надо разведиться, мне надо отдохнуть. Это его понятие. Поэтому он и не член церкви у нас. И он даже знает, что мы его не примем. Он даже и не просится. Братья и сестры, другой случай. Курение. Ну кто-то скажет, у нас здесь никто не курит. Давайте мы, слава Богу, что никто не курит. Тем, которые здесь молодые сидят, чтобы никогда не попробовали этого. Это настолько отравительно. Вы посмотрите на людей, которые курят. Я вот вижу братья молодые, красивые, так выглядят все. Просто лицо такое гладкое и приятное. Но человек, который курит, у него лицо морщинистое. Даже как-то и нос загибается. Ну такое, ну страшный человек становится. Понимаете почему? Дух курения овладевает этим человеком. Все. И каждая папироса сокращает жизнь. У нас в Денвере, помню, была большая афиша. Знаете, когда что-то афишируют по дороге такая? Что в Америке каждый год умирает 450 тысяч от курения. Она долго не висела. Компания, видно, там снимайте, снимайте. Люди просят курить. Невыгодно и дьяволу, невыгодно и компания. Я помню, к нам в дом пришли две женщины. Мы сидим, кушаем. А у меня Рая такая, она такая смелая. И жена моя. И говорит, а вы не желали бы с Васей поговорить? Вы можете отдельно пройти побеседовать. Одна говорит, я не желаю. А другая говорит, а я желаю. Мы прошли вниз, спустились в одну из комнат. А она говорит, Василий, я верующая. Я член церкви. Я состою в той-то, в той-то церкви членом. Она имеет два высших образования. Знает несколько языков. Владеет свободно. Очень такая интеллигентная женщина. Я не могу бросить курить. Меня это удивило. Думаю, ну как, член церкви? И курит. Вы знаете, в этот момент вот такое чувство пришло. Я говорю, а ты веришь, что мы сейчас помолимся, и Господь тебя освободит? Она говорит, верю. Я сказал простоте, сердце со властью. Она приняла это. Я говорю, мы сейчас помолимся молитвой отречений. Полторы-две минуты длилась молитва, и Господь ее освободил. Слава Богу. Вы знаете, я ей сказал, приедешь домой, выбрасывай папиросы, сигареты свои. И на этом все. Она послушалась. Следующее воскресенье она в церкви своей во всеуслышание сказала, что там брат молился за меня, Господь меня освободил от курения. Набралась смелости, понимаете? Далее. Я ей сколько раз звонил. Она говорит, все, Василий, я уже не курю. Слава Богу. Братья и сестры, это не я, это Господь. Если Сын освободит, истинно свободен будет. Слава нашему Господу. Братья и сестры, сегодня порою христиане имеют зависимость, как братья говорили впереди меня. Не обязательно зависимость, курение, пьянка или еще что-то. Много зависимости. Иногда человек посещает зло. Человек находится в зависимости. И порою служителям надо молиться с властью. И бывает случай, я много раз видел, когда молится за человека, за освобождение. Этот человек неодержимый. Этот человек и даже может проповедовать, и поет хорошо. Но что получается? Он занятый периодически. Бывают случаи, когда на человека раз в три месяца, раз в шесть месяцев находит такое зло, он неконтролируемый. А потом снова нормально. Что нужно делать? Вы знаете, Римлян 6 глава пишет, «Освободившись от греха, мы стали рабами праведности». А освободиться нужно от греха. Братья и сестры, я приведу еще один пример. У одной женщины был день рождения. Она была дома одна. Жизнь у нее не сложилась. Она потеряла мужа, потеряла детей, была сама виновна. Это было декабрь, 12-й месяц, 25-е число. Была дома одна и стала плакать. И говорит, мне 37 лет. В жизни все так плохо. Все потеряно. И она плакивала свою жизнь несколько часов. И после этого она открыла Библию. Говорит, Господи, помоги мне выйти из этой глубокой ямы. Я так упала низко. Ну, открой мне, дай мне местописание, открой мне что-то. И вот она открывает Библию. И открыв Библию, я вам хочу сказать, что ни один проповедник, ни один богослов не указал бы это местописание. Послушайте, как совпадают даже цифры, которые я перечислил. 37-й год. После переселения Иакима, царя Иудейского, 12-й месяц, 25-й день месяца, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его, высший престол от царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда обедал с ним во все дни жизни своей. Иеремия, 52-я глава, 31-го стиха. Братья и сестры, Господь, Бог наш, имеет уникальные пути, как спасти человека. Слава нашему Господу! Мы ничего не можем, и как апостолы говорили, мы рабы ничего не стоящие, но наш Господь посредством Слова Божьего делает великие дела. Слава нашему Господу! И у Бога был план спасти эту опустившуюся, низкоопустившуюся женщину, и Он ее спас. Слава нашему Господу! Братья и сестры, сегодня, быть может, кто-то думает, а что мне делать? Или кто-то сидит и говорит, Господи, скажи мне, что мне делать? А Бог говорит, я советую тебе покаяться. Бог говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы можем сегодня в предстоящей молитве обновить свой завет с Богом. Вы знаете, как много значит одна даже короткая молитва, но с чистым сердцем перед Богом предстать, другими словами, с искренним сердцем перед Богом. Сказать всю правду. Всю правду, Господи, ты видишь, что у меня есть вот такой-то грех. Ты меня видишь. И я так думаю, что мы можем сказать, Господь, мы обещаем тебе ходить путями твоими, любить тебя, служить тебе от всего сердца. Мы можем сказать, Господи, ты прости меня. И если надо, я после служения исповедуюсь сегодня перед служителями моими. Вы знаете, что Господь отвечает сегодня? Послушайте. Когда мы читаем Исаия 43, 25, Бог говорит, я, я сам изглаживаю преступления и грехов не вспомяну. Слава Богу. Господь изглаживает преступления и грехов не вспоминает. Такого Бога мы имеем, такому Богу мы служим. Слава нашему Господу. Господь с нами, когда мы с Ним. Если мы оставим Его, Он оставит нас. Если взыщем, мы Его найдем. Слава Богу. Братья и сестры, я хочу задать такой вопрос. Я себя чувствую, как дома. Вы мои братья и сестры. Кто сегодня хотел бы обновить завет с Господом? Поднимите руки. Есть такие или нет? Еще? Корень есть? Слава Богу. Братья и сестры, мы каждый день можем обновлять завет. Святой да освящается еще. Я хочу быть лучше. Я хочу быть лучше. Слава нашему Господу. Братья и сестры, у меня есть такое побуждение. Если Господь кого-то коснулся, вы можете пойти вперед вот сюда. Мы общей молитвой помолимся. Служение заканчивается. 30 минут моих вышли. Я прошу, братья и сестры, не упустите этого момента. Когда человек кается в своих грехах, Бог возвращает ему праведность. Можете сказать слава Богу? Слава Богу. Давайте будем молиться, склонимся, если кого Господь коснулся. пройдите сюда, не стесняйтесь. Пройдите, пожалуйста, если Господь вас коснулся. Церковь Божья помолится за вас. Аллилуйя! ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok